все сидим кого ждем привет друзья сегодня решила сходить на речку аку она находится не так близко от нашего города но так как я люблю гулять я решила сделать сегодня сама себе такой челлендж ну и соответственно показать вам все что я увижу я надеюсь вы не против и вам будет интересно да путь я выбрала кстати не самый чистый у меня здесь очень много грязи и я теперь даже не знаю как мне обойти вот так вот придется идти у меня все как всегда но на то и есть походы потому что они подразумевают под собой грязь что-то неудобное что-то хотела сказать ужасное но надеюсь у меня ничего такого не будет так сейчас посмотрю где я нахожусь чтобы мне знать вообще куда направляться я иду не туда как раз таки если вам видно синяя это река куда мне нужно идти а вот такой вот значок это я так что мне еще до хрена идти здесь опасная какая-то зона спиленные вот эти вот маленькие деревца и и я уже два раза чуть ноги себе не поломала ну и и я даже в лесу отвечаю на комментарии здесь интернет работает на 5 с плюсом у меня дома так не работает интернет не поверите блин я себе взяла палочку и буду впереди себя убирать паутину потому что я уже и наелась ее и на глазах она у меня здесь мне кажется не ступала нога человека это точно здесь не ступала нога человека вон два человека пошли но я так подозреваю там просто тропинка я как раз на нее сейчас выйду а блин я вышла на то место через которое я бегаю каждый день практически здесь такая поляна большая для футбола для волейбола это понимаю я вам так скажу я еще недалеко ушла от дома на самом деле блин больше бродила круче кругов намотала больше а а а а а а а а Вот какой-то сходняк. Не могу не рассказать об этом событии. То, что я видела. В общем, все одеты почему-то в военную старую форму. Я так понимаю, либо это типа косплей и игры, как это называется, выезжают на разные полигоны и воссоздают какие-то события исторические. Хотя было похоже просто на отдыхающих людей, но почему-то их всех очень было много. Причем в одном месте, там и биотуалет стояли. На самом деле, если честно, было стремно идти, потому что кругом одни мужики, женщин, вообще мало я видела там. И было стремно, потому что там все лентой было, ну якобы опечатаны все входы, все, так сказать, тропинки. И я думала, пройти нельзя. Но, как оказалось, я шла на пролом, и мне никто слова не сказал. Блин, до хлятины воняет, фу. Я уже почти дошла. Осталась вот эта лесополоса, которую мне нужно пересечь. Дальше должна быть уже река. Я потом просто подпишу обязательно, сколько километров я прошла. И все те, которые говорят, что я бессмысленно хожу в какие-то бессмысленные места, еще и снимаю бессмысленные видео с этих мест. Лучше снимать и ходить в бессмысленные места, чем сидеть на жопе ровно дома бессмысленно. Лучше снимать и ходить в бессмысленно. Представляете, это монастырь Белопесоцкий. Из видео я монашка. Короче, я сюда дошла пешком. Я дошла. Мне уже сестра пишет, возвращайся, там нет никакой речки. И я теперь понимаю, почему у меня болят ноги. Потому что расстояние я прошла приличное. Закат, речка, закат, речка. Сбылась мечта! На самом деле уже начинает темнеть, и я выдвигаюсь домой. На этом, я думаю, в принципе, мы и закончим этот замечательный влог. Так что еще увидимся!